Актриса Марина Орлова известна далеко за пределами нашего региона. О том, какими творческими планами и проектами наполнена жизнь нашей землячки, сегодня в рубрике «Удивительные люди». Вопросы преследуют людей на протяжении всей жизни. И среди них такие, как можно ли стать звездой, и в чем заключается формула успеха. Без этих вопросов нельзя обойтись обычным людям, потому что человек – натура, которая вечно стремится к совершенству. Все эти философские мысли посетили меня во время общения с известной актрисой и певицей Мариной Орловой. Не нужно себе ставить рамок, нужно их раздвигать. И нужно просто браться и делать. Падать, биться головой об стенки, а закрытые двери и идти дальше. Не останавливаться. И верить в собственные силы. Это так. Прежде чем меня взяли в кино, я посетила, наверное, свыше ста кастингов, на которые я просто ходила, ходила, у меня не получалось, и опять ходила. Это единственный рецепт – не останавливаться. Марина родилась в Пятигорске и уже с детства привыкла к восхищению и вниманию. В пять лет она написала свою первую песню. И позже эта песня стала саундтреком к фильму, в котором и приняла участие в съемках. Марина окончила музыкальную школу по классу фортепиано и эстрадно-джазовую школу по классу вокала. К музыке у Марины очень трепетное отношение. Большую часть своих конораров она тратит на создание музыкальных произведений, сотрудничает со знаменитыми композиторами России и зарубежья, пишет песни для звезд эстрады и саундтреки к фильмам. Также хочет выпустить свой собственный диск. Мне бы хотелось снимать свое кино, мне бы, конечно, хотелось продвигать свою музыку, давать сольные концерты. Но, несмотря на увлечение музыкой, она в 16 лет сбежав из дома в Москву решила стать актрисой. Поступила во все театральные вузы Москвы. Жила очень скромно, подрабатывая снегурочкой на детских утренниках. Окончила театральный институт имени Щукина и была распределена в театр имени Станиславского. Но вскоре ушла из театра, потому что в актерской среде много завистников и интриг. В кино отношения честнее, решила Марина, и начала ходить на кастинги. Не все получилось сразу. Но научившись падать, она параллельно училась уверенно стоять на ногах. И удача повернулась к ней лицом. Ведь она любит настойчивых. Программа «Максимум» моя растет и растет. И каждый раз почему-то, как только я подхожу к своей цели, то вот эти ступенечки становятся все выше и выше. Когда же уже настанет тот момент, когда будет вот все то, о чем я мечтаю? Я не знаю. О чем бы я мечтаю? Ну, я мечтаю идти дальше. Теперь мне мало России. Мне бы хотелось сниматься за рубежом, в Америке. Существует стойка прекрасных режиссеров. И это возможно. Я была в Голливуде. На сегодняшний день на счету у Марины более 30 киноролей. Как она призналась, не все свои фильмы она смотрела от начала до конца. Очень об этом сожалеет. Все роли для нее любимые. Марина хочет быть разноплановой актрисой, поэтому играет кардинально разные по характеру роли. Считает, что интереснее играть отрицательных героев. Она снимается не только в российских фильмах, но и в зарубежных. После двух лет разлуки с родным городом, она рада, что ненадолго вернулась сюда, отметив, что многое в Пятигорске изменилось к лучшему. Я побыла уже какое-то время, я встретилась со своими подругами. Мне понравилось то, что... Мне очень понравился центр новый торговый. Наконец-таки здесь появился хороший торговый центр. Ну, наконец-таки. Ну, сколько можно ходить, бродить по рынкам. Но мне очень приятно, что что-то не изменилось. И мы вот с моими школьными подружками Леной и Юлей, как в старые добрые времена, ходили на бесстыжие ванны. Это было так здорово. Мы там искупались. Нигде такого нет. В Москве такого не найдешь. Я матрешка, неожиданно сказала Марина, обаятельно улыбаясь. И это определение действительно очень к ней подходит. Ведь она и актриса, и певица, и ведущая, и композитор. Все в одном. При этом красивая и общительная девушка, которая охотно поделилась с нами рецептом, как стать звездой. Софья Мадаян, Константин Бане, Дмитрий Сухоцкий, НТР Пятигорск. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...